Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. Почти 300 малышей в ближайшее время отправятся в Ясли. В Самаре распределили места в детские сады. Благотворительные акции для врачей и медикам третьей городской поликлиники передали ланчбоксы. В России этой осенью в три раза выросло число покупок с помощью QR-кодов, в чем популярность и какие есть опасности. В строящейся школе на пятой просеке идут активные внутренние отделочные работы. Объект, который возводит по НАСПроекту «Демография», должен быть готов уже к концу этого года. Успевают ли рабочие уложиться в поставленные сроки, проверила Елена Лапушкина, которая провела на стройплощадке выездное совещание. Андрей Горгуленко подробнее. Это плитка на пол. Она разных цветов. Это пока в актовом зале школы на пятой просеке слышно только эхо монтажных работ. А из декораций – отшпаклеванные стены, коробки с плиткой и строительные леса. Совсем скоро здесь внутренние отделочные работы выйдут на финальную стадию. И зал для концертов и выступлений заиграет новыми красками. Как и все другие помещения – столовая, спортзал и учебные кабинеты. Строители кладут плитку, красят стены, протягивают инженерные коммуникации и монтируют навесной потолок. Работы ведут на всех этажах будущей школы. Завершается работа по укладке напольной плитки, завершается работа по возведению системы подвесного потолка. И внутренние инженерные коммуникации – это слаботочные системы, пожарная сигнализация, интернет и так далее. Активную работу ведут и снаружи. Почти закончена облицовка фасада, завершается благоустройство прилегающей территории. Спортивные и игровые объекты уже установлены. Осталось поставить забор. Всего на объекте трудится около 200 строителей. Это достаточное количество, чтобы вести все работы строго по графику. В этом убедилась и глава Самары Елена Лапушкина, которая проверила текущее состояние стройплощадки. Ситуация рабочая. Достаточно много людей на объекте трудится. Очень большой объем был выполнен за тот период, что мы с последнего приезда. Графика работ полностью соблюдается. Благоустройство практически уже все закончено. Школу на 600 мест на пятой просеке возводят в рамках нацпроекта «Демография». Срок окончания строительных работ – 31 декабря этого года. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Василий Калдашов. События. Самарская школа номер 152 может быть модернизирована в течение года. В здании планируется провести ремонт и установить современное оборудование за счет национального проекта образования и юридического слияния со школой номер 107. Об этом говорили на встрече с педагогами и родительской общественностью школы. Почему возникла необходимость в изменении статуса школы и какие планы по развитию, выслушал Олег Зверев. Школа в советском районе города в удобном транспортном расположении второй год подряд не набирает учащихся 10-й и 11-й классы. Просто потому, что ученики и их родители предпочитают уходить на третью ступень образования в другие учебные заведения. Это Самарская школа номер 152. Почему, имея хорошие традиции и много свободных кабинетов, она не отвечает современным запросам и превратилась в провинциальную девятилетку. Городской департамент образования предложил пути решения сложившейся ситуации, рассказав о возможных перспективах родительской общественности. Школа 176 у нас переполнена, школа 22 переполнена. Но непонятно, почему у нас прекрасная школа, которая имеет славные традиции, которых я тоже хорошо знаю, школа 152 в таком состоянии и два года не набирает 10-й и 11-й класса, третьей ступени образования. При этом у руководства школы 152 отсутствует какой-либо план развития учреждения. Зато есть мнение учительского состава. Я просто могу обратить всех родителей внимание на нашу школу, что в течение 8 лет, как я работаю в этой школе, материальной технической базой не занимался ни один директор. И с 2013 года, подаренные, будем так говорить, самарским управлением, 12 ноутбуков, на которых мы сейчас работаем, в наших руках ничего нет. Материальная база на нуле. Давайте думать о детях, о себе, о каких-то, будем так говорить, о будущем наших детей. Оно улучшится. Я лично считаю, что оно улучшится. У городских властей есть цель. Уже через год превратить школу номер 152 в современные модернизированные учебные заведения. Национальный проект образования позволяет это сделать. Для этого необходимо провести реорганизацию путем юридического слияния 152-й школы СА-107-й. В результате за счет увеличения финансирования удастся провести ремонт и закупить современное оборудование. Стратегию развития школы представили на встрече с учителями и родительской общественностью. Родители детей школы номер 152 приняли известие об объединении и насторожено. Встреча в департаменте проходила более трех часов в формате видеоконференции. Звучали самые разные вопросы, главный из которых – не придется ли ученикам ходить на учебу по другому адресу. Ни один учащийся школы 152 не будет переведен ни в какое другое здание, а продолжит образовательный процесс именно на базе школы 152. Номер будущей новой школы выберут учителя и родители. Директора назначат на конкурсной основе. Ни один из педагогических работников не будет сокращен. Под лежачий камень вода не течет. Поэтому спасибо. Мы еще давайте раз все подумаем, взвесим, будем уважать друг друга. Это только начало процесса. Если замысел будет воплощен, то уже через год, 1 сентября, ученики придут в обновленное учебное заведение. А нынешним девятиклассникам не придется искать место учебы на стороне. Они смогут учиться в 10-м классе в стенах родной для них школы. Олег Зверев, Константин Головин. События. В Самаре распределили 710 мест в детские сады. Почти половина из них в ясельных группах. В этом году, благодаря нацпроекту «Демография», в муниципальных дошкольных учреждениях появляются дополнительные места для самых маленьких самарцев. До конца года их количество увеличится на 1500. Почти 300 мест распределили в этот четверг. Подробнее расскажет Мария Левина. Наталья Лукашева два года назад стала мамой. Рассказывает, что ее привычная жизнь кардинально изменилась. Учитель физики, которая ежедневно общалась с сотнями человек, оказалась наедине с малышом. Дома. До распределения в детский сад ребенку остался еще год. Сама Наталья следит за процедурой распределения мест в дошкольные образовательные учреждения, поскольку вошла в общественную комиссию в городском департаменте образования. Мы попросили поучаствовать общественным наблюдателям, посмотреть, как работает программа. Все предельно понятно. Запускается компьютерная программа. И сама программа, в которую заносятся все заявления детей, она распределяет места. То есть человеческого фактора здесь никакого нет. Распределение в дошкольные образовательные учреждения проводят каждый месяц. Сегодня в детские сады определили 710 малышей. Больше 300 пойдут в ясли. В течение следующих 10 дней заведующие учреждения будут созваниваться с родителями и зачислять детей. Заявление на распределение родители подают через госуслуги. При подаче документов можно выбрать 5 детских садов. В автоматическом режиме машина рассматривает, где свободные места есть, в какой возрастной категории и какой родитель на какую категорию заявился. И в зависимости от того, когда ваш малыш родился, какая возрастная категория указана в аккантных местах, машина распределяет этого малыша. Всегда распределение начинается с приоритетного первого детского сада. Если родители решают отложить поход малыша в детский сад, то вакантное место переносится на следующее распределение. До конца года, благодаря нацпроекту «Демография», в Самаре должны появиться почти полторы тысячи дополнительных ясельных мест. Пятую часть из них распределили уже сегодня. Мария Левина, Николай Епифанов, События. Три года колонии за цифровые деньги. Минфин предложил наказывать россиян, которые незаконно владеют криптовалютой. За что можно лишиться свободы, а за что собственных денег, узнаем в подборке новостей экономики. Здравствуйте, это новости экономики. Расскажу о них я, Светлана Кудрявцева. Три года тюрьмы за цифровые деньги. Минфин предложил лишать свободы россиян, которые хотя бы два раза за три года не отчитывались перед налоговиками об операциях с криптовалютой на сумму от 45 миллионов рублей и выше. Соответствующие поправки подготовили в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России. Предлагают также ввести ряд штрафов за незаконные операции с криптовалютой. Напомню, с января в России вступит в силу закон о цифровых финансовых активах. Он запрещает расплачиваться криптовалютой за товары и услуги на территории страны, однако разрешает сделки с ней и получение цифровых денег в результате майнинга. Этой осенью в России в три раза выросло число покупок с помощью QR-кодов в системе быстрых платежей. С момента запуска такого способа оплаты, созданного Центробанком, такая статистика наблюдается впервые. Это выгодно, легко и быстро, подтверждают эксперты. Но вот насколько безопасно, узнаем в следующем сюжете. Наличными или банковской картой в магазине, либо не выходя из дома и потратив всего пару минут личного времени. Система быстрых платежей набирает популярность у россиян. По данным Центробанка, этой осенью граждане побили трехкратный рекорд по количеству онлайн-покупок через QR-коды за все время работы этого способа оплаты. Только в октябре на приобретение товаров и услуг россияне потратили более 765 миллионов рублей с помощью QR-кодов, совершив 213 тысяч транзакций. QR-коды сейчас не на пике популярности еще пока. Они набирают только популярность. И, конечно же, это связано, естественно, с пандемией. Понятно, что толчок дала вот эта ситуация. Но еще есть два основных момента, которые обуславливают популярность QR-кодов. Первое – это удобство. И второй момент – это любопытство. Люди всегда интересуются чем-то скрытым. На первом месте по использованию QR-кодов рутинные платежи. Это покупки в интернет-магазинах, заказы продуктов на дом, оплата коммунальных услуг. На втором месте по популярности транспортные расходы – билеты на поезд, самолет, туристические путевки. QR-код – это будущее, это удобно им пользоваться. У меня обычно жена занимается. Раньше ходила в кассу, там, в банкомат оплатила. Сейчас из дома. Даже штрафы я оплачу, она оплачивает так. Это очень удобно. QR-код – это, ну да, там, потому что на каждой квитанции в уголочке есть вот этот окошечко, в котором не нужно забивать много цифр, и, соответственно, наводишь, и происходит моментальная оплата. Оплачиваю я и коммунальные услуги, и в других местах, где можно пользоваться. Эту услугу очень удобно. Еще один бонус – выгода. Приобретение, например, платья в интернет-магазине через QR-код и систему быстрых платежей не навлечет на покупателя комиссию. Такова гарантия Центробанка. Она распространяется на покупки до 100 тысяч рублей. Для сравнения, если платить через банковский счет, наценка будет зависеть от корпоративных тарифов. Впрочем, у данного способа оплаты не только плюсы. Нет никаких гарантий, что в QR-коде не зашифрован фейковый адрес. Ваши деньги могут уйти в карман мошенников. А так как платеж вы уже подтвердили, банки уже вряд ли чем-то смогут помочь. Конечно, если вы оплатили, например, в пользу фальшивого предприятия торгово-сервисного, либо вы не посмотрели, а оплатили спонтанно, и потом пожалели. Действительно, страховки здесь как-то, нет, здесь надо быть очень осторожным, потому что с точки зрения платежа без предупреждения, когда вас не уточняют, тот ли это оператор, которого вы имели в виду, действительно здесь есть риски. И, конечно, все подряд сканировать не стоит. Это, ну, по меньшей мере небезопасно. Перед тем, как подтвердить щитку данных, зашифрованных в QR-коде, убедитесь, официальный ли сайт, бланк или квитанция, на которых размещен рисунок. Эксперты советуют делать покупки только в проверенных интернет-магазинах. Если во время считки QR-кода админ не дает базовую информацию о получателе, высока вероятность, что вы имеете дело с мошенником. Бульфия Сафина, Николай Сидоров, События. Официальный курс доллара на 13 ноября – 77 рублей и 11 копеек. Американская валюта прибавила 91 копейку. Евро в пятницу – 90 рублей и 81 копейка. Европейская валюта выросла на 76 копеек. Нефть марки «Брент» на 16 часов 12 ноября стоит 43 доллара 84 цента за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. За сутки в Самарской области зарегистрировали 197 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 18 230. За последние сутки выздоровело 206 человек. Всего с начала пандемии с болезнью справились 16 118 человек. Скончались 343 заболевших за прошедшие сутки семеро. Врачи продолжают сражаться с вирусом. Тем, кто на передовой, помощь оказывают неравнодушные граждане. Медикам Самарской городской поликлиники номер 3 передали 40 продуктовых наборов. Об этом расскажет Анатолий Головко. Медикам Самарской городской поликлиники номер 3 передали наборы с горячим питанием. Врачи поддержали сотрудники администрации Ленинского района, депутаты, представители ресторанного бизнеса и неравнодушные жители. Таким образом, инициаторы акции решили поблагодарить тех, кто каждый день спасает жизни людей на передовой в борьбе с коронавирусом. Сегодня, когда растет число заболеваний и возрастает нагрузка на врачей, которые действительно титанические усилия прилагают к тому, чтобы сохранить здоровье наших жителей, очень важно позаботиться и о них. Социальные партнеры акции незамедлительно откликнулись на просьбу поддержать врачей. Все блюда для медицинского персонала готовились любовью. Пытаемся помочь, пытаемся как-то поддержать врачей, жителей города в нелегкое и непростое время. Поэтому все, что от нас зависит, мы стараемся сделать. Сейчас в третьей поликлинике Самары работают 4 мобильные бригады, еще 3 бригады скорой неотложной помощи. По словам главного врача Александра Максимова, персонал занимается интенсивной работой ежедневно. Нагрузка на специалистов сейчас возросла в разы. Организаторы акции оказали поддержку докторам в самый нужный момент. Эта акция нам очень важна. Важно внимание, нам важно то, что мы люди, которые помогают непосредственно пациентам, тоже охвачены вниманием и очень важная моральная сторона вопроса. Мы не будем на этом останавливаться, будем продолжать данные акции, потому что кто кроме нас? И хотели бы же также привлечь еще другие рестораны, чтобы они тоже поучаствовали в данных акциях. В октябре в Самаре уже прошли две социальные акции в знак благодарности врачам. Медики из поликлиники номер 3 и сотрудники седьмой больницы получили ланчбоксы. Работа в этом направлении продолжается. На следующей неделе докторам планируют передать средства индивидуальной защиты. Одноразовые халаты и маски. Анатолий Головко, Максим Гусев. События. В поликлиниках и больницах медицинским работникам помогают волонтеры. Всего более 600 добровольцев, в том числе студенты. Они принимают звонки в регистратурах, обрабатывают документы, ведут базы данных. Как волонтеры-медики справляются с работой в 6-й городской поликлинике в следующем сюжете. Студент Самарского многопрофильного колледжа Даниил Ермондаев с первых дней акции «Мы вместе» помогает медикам. Работает по вечерам в регистратуре, ищет карточки пациентов, сортирует анализы, оформляет документы. Только с пациентами напрямую не контактирует. Благодаря волонтерам удалось разгрузить сотрудников поликлиники в регистратуре. Кто-то отвечает на звонки, кто-то записывает в базы новых пациентов. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой помощи волонтеров в медицинских учреждениях крайне важна для врачей, отмечают в 6-й городской поликлинике. Коронавирус нас всех заставил жить и работать в особенных условиях. Ряд поликлиник были перепрофилированы в ковид-госпиталях. У нас в первичном звене тоже произошли некоторые изменения. Приостановили диспансеризацию, профосмотры, приостановили плановую госпитализацию в дневные стационары. И все наши освободившиеся специалисты заняли вновь созданные рабочие места там, где нужна первая помощь нашим пациентам. Это и дополнительные выездные бригады, это и отделение для температурящих пациентов. Есть много такой работы, которую можно возложить на волонтеров, на студентов. В Самаре сегодня 54 волонтера работают в 10 медицинских организациях. Из 188 студентов-медиков находятся на практике в 16 больницах. Всего в регионе помощь врачам оказывают более 600 добровольцев. Наши ожидания оправдались, но в принципе, если кто-то еще хочет и может прийти, мы будем только за. То есть, как бы волонтеры, чтобы не каждый день ходили, а все-таки у них был какой-то отдых. Чтобы стать волонтером, необходимо обратиться в ресурсный центр добровольчества Самарской области. А для тех, кому требуется помощь, работает горячая линия. Позвонить можно по телефону, указанному на экране. Светлана Кудрявцева, События. До конца месяца в Самаре создадут еще 10 бригад скорой медицинской помощи. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко. 10 бригад уже было создано в прошлом месяце. В октябре в Самаре работала 61 бригада скорой помощи. Темпы обслуживания вызовов постоянно наращивают. За последние три месяца число выездов увеличилось почти на треть. Тем временем Министерство образования и науки рекомендовало вузам России отправить студентов на дистанционное обучение. Москва и Петербург сделают это в обязательном порядке. Регионы – в зависимости от ситуации с коронавирусом. Студенты российских вузов будут учиться дистанционно до конца первого семестра по 6 февраля 2021 года. К студентам-медикам это не относится, они будут учиться в прежнем режиме. Никаких больше вечеринок. Ночные клубы и рестораны на особом контроле. В железнодорожном районе Самары прошел рейд по развлекательным заведениям. Как соблюдаются особые ограничительные меры, проверили представители Роспотребнадзора, районной администрации и полицейские. Вместе с ними в рейд отправилась и наша съемочная группа. В один из ночных клубов города нагрянули полицейские представители Роспотребнадзора, городской и районной администрации. По постановлению губернатора в ночные часы работа развлекательных заведений и баров ограничена. Особое внимание проверяющие обращают на соблюдение требований Роспотребнадзора. Социальная дистанция от полторы до двух метров. Потом у нас идут наличие различных средств, а именно непосредственно использование масок, перчаток, различных дезинфекционных средств. Также в помещении должно обеспечиваться обеззараживание воздуха. Собран материал и этот материал будет оформлен и направлен в управление гражданской защиты города Самары для составления протокола по статье 20.6.1. Контроль за работой ресторанов, кафе и ночных клубов в Самаре усилили по поручению главы города Елены Лапушкиной. Уже проверили семь заведений. На нарушителей составлены протоколы. Было проверено семь ночных клубов. Два из них были закрыты, они не работали. И пять вот они работали. Тут собрались материалы. Сотрудниками полиции составлены протоколы, направлены в суд. Проверки ресторанов, баров и ночных клубов города продолжатся во всех районах. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. В самарских трамваях стало теплее. Завершаются работы по запуску отопительных систем в городском общественном транспорте. Часть подвижного состава уже отапливается. До конца этой недели во всех машинах, выходящих в рейс, будет тепло. В депо муниципального предприятия ТТУ трудятся круглосуточно. Организованы бригады выходного дня, чтобы как можно быстрее создать для пассажиров комфортные условия. Включаю вагон, заработал мотор-генератор. Вот здесь у меня порт. Я включаю отопление. Отопление у нас двухпозиционное. Теперь трамвай может выходить на линию в зимних условиях. Подключение отопления в городском транспорте – сложный технологический процесс, который требует дополнительного техосмотра и регулировки системы. Главная задача, чтобы зимой водитель, кондуктор и пассажиры ездили в комфортных условиях. При пуске и при торможении греются вот эти сопротивления. Горячий воздух подается в салон дополнительно к тем тентам, которые находятся в салоне. Погода в салоне электротранспорта настраивается не за один день. Сейчас работы по подключению системы отопления в трамваях и троллейбусах вышли на финишную прямую. В ближайшие дни в Самаре ожидается похолодание, и к этому времени подвижной состав станет теплее. Нужно поставить дополнительные высоковольтные предохранители, подключить их к контакторной раме, сделать определенные дополнительные настройки, проложить высоковольтные провода. Поэтому длительный процесс, который проходит на техническом обслуживании, специально это специалисты подключают, не водители, поэтому занимает какое-то определенное время. Но я думаю, что с учетом круглосуточной такой работы, что мы до понедельника подключим весь подвижной состав. В Самаре ежедневно в рейс выходят больше тысячи единиц общественного транспорта. Зимой все они должны переходить в режим обогрева. Это требует в том числе и дополнительных затрат. На отопление уходит столько же электричества или бензина, что и для работы ходовой части. В салонах включаются не только обогревающие радиаторы, но и конвекционные тены, чтобы на стеклах не образовывался конденсат. Согласно Санпинам, утвержденным еще в советское время, разница температур в салоне и за окном должна быть не менее 20 градусов. То есть, если на улице минус 30, в салоне было допустимо минус 10. Сейчас такого практически уже нет нигде. В транспорте тепло почти как дома. В следующем году в Самару должны поступить 22 новых троллейбуса. Они будут оснащены по самым передовым климатическим стандартам на любое время года. В новых троллейбусах предусмотрено оснащение современной системой отопления и вентиляции. В том числе там есть отдельный кондиционер для кабины водителя и также система кондиционирования для салона, для пассажиров. Вот когда эти троллейбусы придут к нам, это будет первый в истории Самары подвижной состав, который оснащен кондиционером. Закупка троллейбусов предусматривается в рамках мероприятий по обновлению подвижного состава по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». К работе в зимних условиях подготовлен автопарк. В автобусах провели ревизию отопительных систем, заменили изношенные и неисправные элементы, привели в порядок уплотнители дверей, форточки, люки. Олег Зверев, Константин Головин. События. На аэродроме Смышляевка запустили ракету дальнего следования. Правда, ни одной планеты солнечной системы она не достигла. Ракету спроектировали студенты Самарского университета. Запуск прошел на практическом занятии с воспитанниками регионального центра «Одаренных детей». Вместе с участниками встречи за полетом ракеты на 200 метров вверх наблюдала Ольга Павлова. Ты сейчас рукой собираешься помогать себе? Нет. Ее снять можно? Нет, не надо. Ты можешь ее сейчас снять и установить. Последнее приготовление перед первым запуском на большие расстояния. Над макетом своей ракеты будущий инженер-конструктор, студент Самарского университета Никита Воронов трудился четыре дня. В ход пошло все, что оказалось под рукой, за исключением отдельных деталей. Мы использовали фанеру, бумагу многослойную склеивали сами, пенопласт использовали, пакеты какие-нибудь из магазина для того же парашюта. Ну и по-разному, может, какие грузы для ракеты, чтобы она стабильна была. На более трудоемкий проект, представленный сегодня для контрольного запуска, обычно уходит больше года. Макет твердотопливной ракеты в точности повторяет дизайн известной ракеты «Союз». Невероятно, но факт. Аппарат обладает исключительной дальностью полетов, уходя ввысь на 200, а то и 700 метров. Пропустить столь зрелищное событие не могли воспитанники регионального центра одаренных детей. Очередная смена по теме ракетостроения завершилась практическим занятием по запуску ракеты на дальние расстояния. Тех, кого в полет берут, космонавтами зовут. Полететь может не каждый самый смелый и отважный. А ракеты выше дома улетают с космодрома. Жители других планет... Передать Земле привет! Будущие космонавты, инженеры-конструкторы, проектировщики больших и малых космических кораблей. Одаренные дети региона также представили на суд экспертов свои первые работы. Более 20 человек трудились над ними несколько дней. Студенты Самарского университета с радостью помогают и передают свой ценный опыт подрастающему поколению. Собранные детьми аппараты тоже испытают на площадке аэродрома. Если успешный будет запуск ракеты и действительно дети правильно собрали конструкцию, у детей будут памятные сертификаты, которые говорят о том, что дети усвоили образовательную программу и они могут поучаствовать в других сменах нашего регионального центра. Смены в региональном центре одаренных детей меняются каждые две недели. В рамках нацпроекта образования ребята проходят обучение по направлениям наук, искусство, спорт. Параллельно на уровне Олимпиады изучают химию и IT-технологии. С будущими профессиями, несмотря на юный возраст, многие из них уже определились в числе самых востребованных специальностей, связанной с космической индустрией и ракетостроением. Ольга Павлова, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова